приветствую вас друзья так новость кризис 2020 года можно сказать отменяется ну это конечно утверждение не стопроцентное но наверное на 85 может даже на 90 процентов субъективно конечно но все же уверенно можно сказать что кризис отменяется и тенденция роста америки ну и вообще экономики развивающихся и развитых стран продолжить свою динамику почему такое утверждение ну все на самом деле очень просто перед вами у меня есть три опережающих индикатора данные индикаторы отображают состояние экономики америки в данный момент перед вами график настроение потребителей то есть тенденция идет вверх хотя она уже достаточно достела своего как бы границы принципе по идее вообще рассчитывал что будет кризис я его ждал что пойдем вниз потому как вот посмотрите у нас график так все скажу с 54 года по сегодняшний бара тут пойду под меня по декабрь девятнадцатого года и посмотрите просто вообще вот визуально на сам график настроение потребителей америки то есть это не какой-то трендовый график который идет только вверх или только вниз он идет в определенных рамках то есть нам это огромный плюс ну я могу сказать что пока тренды и будут еще вверх идти еще есть у нас уровень вот 99 года то есть еще ну есть куда расти если так акцент делать по индикатору потребителей так это то что оптимистично теперь у нас второй оптимистический индикатор тоже опережающий это разрешение на строительство также у нас он 61 года по конец 19 года то есть за январь 20 года еще не вышли данные но тенденция пока только вверх ну и как видите график также у нас флетовый и можно посмотреть ну допустим сейчас на виду тут смотрите у нас когда у нас был кризис 2008 году график четко отображает конец кризиса и рост то есть границы уровень примерно где происходит кризис и при ней где они заканчиваются где не начинаются а разрешение на строительство это но очень сильный индикатор который говорит о состоянии вообще страны целом и о том куда же будет рынок идти будет он расти то есть экономика страны будет расти или она будет падать так далее вот смотрите начало кризиса 2005 год тут у нас после предпоследний восемьдесят четвертый конец ему девяностые девяностые годы что у нас девяностые годы на же не за горами развал советского союза то есть кризис в америке закончился и жопа скажем так сказать в россии и по советскому пространстве началась то есть как бы все синхронно и взаимосвязано ну и теперь еще один индикатор очень важный на который сегодня будет собственный акцент а это индикатор промышленности что самое интересное вы посмотрите на этот график сколько на нем уровней конкретных мощных и это опять же таки не какой-то трендовый когда идет только вверх или только вниз нам четко показывает где с огромной вероятностью будет разворот промышленности то есть всех компаний которые связаны с металлургией там ну в общем с тяжелой промышленностью со строительством они четко имеют взаимосвязь тому как это совокупный индикатор то есть промышленности в общем последнее обновление у нас важный уровень 50 от него неоднократно есть отбои было сначала динамика у нас с 18 года второй месяц 18 мы пошли вниз пробили пи уровень 50 я рассчитывал на то что кризис продолжит то есть будет динамика падения но неожиданно выходят данные о том что произошло последние месяцы вот буквально за январь разворот то есть мы развернулись наверх это говорит о чем это говорит о том что на данный момент кризис отменяется вообще и сейчас самый момент покупать акции промышленности и для примера у нас акция катапилар то есть они производят оборудование там трактора тяжелая промышленность на первый взгляд мы падаем но вот сегодня у нас будет прогноз так сказать вангуем прогноз не от ванги от меня о том что катапилар пойдет вверх ну что ж я думаю теперь есть смысл понаблюдать посмотрим через недельку или через месяц я сделаю следующий обзор где мы увидим конкретно результат моего прогноза это долгосрочный это не внутридневная какая-то торговля так что ждем рост промышленности и делаем ставку на акции данного сектора ну а кто стоял скажем в лангах по недвижимости то есть застройщики акции которые компании которые в общем акции компаний застройщиков там я думаю есть смысл еще держать позицию в лонг также ну что ж на данный момент пока видео заканчиваем и ждем следующего выхода моего прогноза всем пока и профита ну